Друзья, привет всем! Сегодня с вами снова Антон Епихин. И мы продолжаем нашу беседу о давлениях, которые могут возникать в процессе бурения в скважине, либо в околоствольном пространстве. И мы поговорим о такой важной теме, как пластовое, либо поровое давление. Что это такое? Мы все про него говорим, пластовое давление. Но что это значит? К чему оно ведет? Для чего нам нужно его знать? Итак, давайте ответим на эти вопросы. Начнем с того, что давайте дадим определение, что есть пластовое, либо поровое давление. Поровое давление, давайте пойдем от общего к частному. То есть поровое давление, это то давление, которое создается флюидом вода, нефть, газ, то есть некой жидкой либо газообразной средой на стенке замкнутого пространства, либо поры в рамках горной породы. Это и есть вот именно это давление, которое создано в результате нахождения жидкости в каком-то замкнутом пространстве под воздействием внешних сил давления, в частности под воздействием горного давления. У нас создается некий запас энергии, вот в поре, либо в каверне, либо в какой-то трещинке. Это и есть поровое давление. А что такое пластовое давление? Если у нас в горной породе есть сеть соединенных между собой трещин, либо пор, то есть если пласт проницаемый, то мы говорим то, что мы имеем пластовое давление. То есть идея в том, что поровое давление, оно говорит о каком-то конкретном замкнутом пространстве. Пластовое давление, оно распространяется на определенное расстояние, то есть условно на весь тот пласт, в рамках которого у нас есть сообщение между собой каналов, наполненных жидкостью либо газом. Следовательно, подытоживая, поровое давление относится к непроницаемым горным породам, пластовое относится к проницаемым горным породам. С какими давлениями пластовыми мы будем встречаться в процессе сооружения сплайфа? Есть понятие нормального пластового давления, есть понятие аномально высокого и аномально низкого пластового давления. По определению считается, что пластовое давление нормальное, это то давление, которое может быть создано гидростатикой столба слабосоленой воды. То есть, грубо говоря, гидростатика, гидростатическое давление, это что такое? РОЖН. То есть, H глубина скважины, G ускорение свободного падения, РО плотность, плотность слабосоленой воды, она в расчетах принимается 1040 килограммов на метр кубический. Это и есть нормальное пластовое давление. Есть понятие аномально высокого, а аномально низкого. Для того, чтобы охарактеризовать вот эти давления, вводится понятие коэффициента аномальности. Коэффициент аномальности характеризуется следующей формулой. То есть, это отношение действующего пластового давления в какой-то заданной точке к давлению слабосоленой воды, а это глубине. И если мы получаем диапазон от 0,9 до 1,1, вот этого коэффициента аномальности, то мы считаем, что мы имеем дело с нормальным пластовым давлением. Если величина больше 1,1, значит аномально высокие пластовые давления. Если меньше, аномально низкие пластовые давления. Я хотел бы оговориться в том плане, то, что в различных источниках литературы вы можете с различными характеристиками вот этого понятия встретиться. То есть, я даю в данном случае исключительно обобщенную характеристику. И теперь давайте задумаемся о том, а зачем нам нужно знать пластовое давление. Ну, с точки зрения разработки месторождения, это понятно, да? То есть, пластовое давление характеризует ту энергию, которая запасена в каком-то пласте жидкостью. То есть, грубо говоря, по пластовому давлению, по его изменению, мы можем оценивать, как будет вестись разработка месторождения, как нам пласт будет отдавать, собственно, флюид. Если мы говорим о процессе вурения, пластовое давление, это характеристика, собственно, той энергии, которая запасена жидкостью в каком-то замкнутом пространстве. Следовательно, мы получаем его, в чем оно проявляется? Оно проявляется в опасности двух явлений, с которыми мы можем столкнуться при сооружении скважины. Если у нас слишком высокое пластовое давление, это заставляет нас задуматься о том, что есть опасность возникновения газонефтеводопроявления. Если у нас, наоборот, очень низкое пластовое давление, понижено, то есть опасность и высокая вероятность поглощения бурового раствора. То есть, вот о чем здесь ведется разговор в данном случае. То есть, другими словами, для буровиков пластовое давление, по большей части, это характеристика возможных осложнений либо газонефтеводопроявления, либо поглощение бурового раствора. И из этих соображений мы и проектируем процесс и технологию бурения скважины. То есть, выбираем буровой раствор, определяем очередность и, так скажем, регламент для проведения технологических операций. Итак, друзья, сегодня мы поговорили о пластовом упоровом давлении. Я надеюсь, что данное пояснение для вас было интересно и полезно. И приглашаю вас посмотреть другие ролики из курса «Буровой любез». Обучайтесь, получайте новые знания, подписывайтесь на мой канал.